А у нас в гостях такая очаровательная гостья, леди БОС самая настоящая, зовут ее Василина Витальевна Шундува, она начальник управления по капитальному строительству ЖКХ транспортной связи администрации Вангарского городского округа. Выговорила. Здравствуйте. И вот сразу вопрос, как давно вы на руководящей должности? С 2008 года. Вы в администрации? Да. Или вы где-то еще успели поруководить? Нет, в администрации. Давайте тогда начнем с самого начала. В детском саду тоже мальчишками руководить? Ну, наверное, да. То есть вы считаете, как лидерские качества, они присущи вам с детства? Вы знаете, никогда как-то не задумывалась над лидерскими качествами, но на самом деле, наверное, да. Я не могу сказать, что я прямо там вот абсолютно в себе руководила, но тем не менее, наверное, что-то и было. Вот, наверное, у меня такой насущий вопрос. Трудно ли женщине разбираться в этой системе ЖКХ, в строительстве и тому прочее? На самом деле, как говорит мой папа, инженер должен разбираться во всем и должен уметь прочитать нормативную документацию. Нет ничего сложного в том, чтобы в этом разобраться. Просто у кого-то голова заточена по одно, у кого-то под другое. Кто-то гуманитарий. Кто-то гуманитарий. А кто-то технарь. Кто-то хорошо разбирается. Нет, ну, несмотря на то, что я хорошо пишу сочинения, я как-то технически... Да, то есть Василина Витальевна, если вот решит завязать с асфальтом, со строительством, впрочем, придет к нам работать журналистом, да? Вообще, легко. Легко. Тем более, я все знаю. Василина Витальевна, у меня вопрос, да, такой вот... Все-таки по большей части вас окружают мужчины в этой профессии. Это подрядчики, это строители, это просто, да, разнорабочие. Женщине наверняка нелегко, в том плане, чтобы мужчины признавали вот ее качества, ее лидерские качества и то, что она разбирается в этой профессии. Профессионализм. Даже лучше, чем они. Ну, на самом деле, как бы, нельзя говорить, что только мужчины окружают. Окружают, в том числе и... У меня коллектив абсолютно женский, 36 человек добрых, милых, да? И все в ЖКХ. И все в ЖКХ, и в строительстве. И женщины, и электрики, и сантехники, и теплоэнергетики, и дорожники. Где мы все, куда они делись? А пока сохранился в нашем коллективе один, единственный. Мы его очень сильно храним. Бережете. Бережем, да. Я на самом деле сейчас удивлен, почему, потому что, ну, в образовании такое, там, мужчины, там, один человек на 30 человек. Ваня у нас преподаватель, еще в английском языке, поэтому вот что-то общее. А все-таки, а с кем проще работать, с мужчинами или с женщинами? Женщинами. Почему? Исполнительными. Исполнительными и, наверное, так скажем, въедленными, чем мужчины. Ответственнее, мне кажется. Не ответственно, да, естественно. Вряд ли прогуляет работу, потому что она там пивка с другом вечером вывела на кону. А мужчина, кажется, полный уже. И у женщин такие, ну, вредках. Ну, к счастью, редко. Что у вас? Семьяш теперь убит на повал. Пивком? Да нет. Василина Витальевна, вот вы, как леди Босс, расскажите, какую часть вашего, вот, 24 часа в сутки, сколько занимает работа? И, ну, что вам остается времени вообще на что-то другое? Не, ну, работа занимает 12 часов в сутки, это минимум, как бы, потому что даже если я прихожу домой, это постоянно с телефоном. И, ну, вечно я таская свою каторгу, это письма, потому что, ну, без письма мы не можем. Все остальное время у меня есть дочь, у меня есть другие увлечения, как бы, я стараюсь все-таки заниматься хоть как-то спортом, пытаюсь, по крайней мере. Ну, люблю готовить. Давайте запомним, вот, самый-самый ваш первый день в должности руководителя. Вот, самый первый день, как шли, что чувствовали, страшно, не страшно или... Было ужасное непонимание, да, так как у меня есть фирма техническая, первоначально было, я работала начальником отдела техническим, я там все понимала, все прекрасно могла разобраться, а когда меня назначили, и у меня сложилась ситуация, что надо разбираться только в техническом, ну, и в экономике, и в бухгалтерии, самое главное. А, как вы знаете, администрация – это определенный бюджетный процесс, сложные коды бюджетной классификации, какие-то КВР и КВК, и вот это вот все надо еще с программами вывязать. Вот это было, наверное, я месяца 4 пыталась вот прямо лезть в каждую цифру, это было страшно. И до сих пор иногда у меня некоторые утропи вызывают, как бы, вот эти вот наши бюджетные классификаторы определенные. Василина Витальевна, давайте вот дайте каким-нибудь пару советов, да, то есть, как уживаться с подчиненными, как сделать так, чтобы они тебя прислушались, уважали, то есть, вдруг кто-то сегодня смотрит нашу программу, он первый день на своем рабочем посту в качестве руководителя, то есть, кто слушает и скажет, да. Надо быть человеком, в первую очередь, и обладать определенным качеством справедливости. Я понимаю, что, допустим, человек по жизни вообще связан с работой в администрации, с руководящей должности, мог кого-то обидеть, как бы задеть, не выполнить что-то. Но, тем не менее, для этого должны быть достаточно резкие причины для того, чтобы сделать вот таким образом. Ну, в первую очередь, это, конечно, человечественность, потому что надо быть. Другого же невозможно. Все мы живем, все мы люди, и я до сих пор знаю, что все возвращается. Поэтому... Бумеранг? Бумеранг. Эфирм бумеранга, он присутствует всегда. Как вы представляете, приходите? У вас нет такого, что вы пришли домой, не люди, люди, не-не-не, да все. А тем более, еще уже бывает очень много стрессовых ситуаций. Как вы справляетесь с этим недугом? Или у вас бывают стрессов? У вас железные нервы закородные? Нет, у меня не железные нервы. Я, как бы, вы знаете, не могу сказать, что я там как-то йогой занимаюсь, да, может быть, уже пора, наверное. Но, тем не менее, я стараюсь, ну, сходить, допустим, в спортзал и дальше, как бы, в принципе, сплю спокойно. Это самое замечательное. Никаких сытников с сном не бывает. Хороший метод – спать, спокойно. Поколотил, пошел, покрошел. На самом деле, как бы, ну, наверное, определенная накладка есть, что мы работаем на выходные и праздничные дни, да, бывает такое. И есть определенная доля недосыпа, поэтому для меня это вот, как бы, хотя бы отоспаться. Светлана Витальевна, вот сейчас женщины у нас стартанули, можно сказать так, в политику. Та же Хиллари Клинтон вот сейчас. Куда это не стартанули? В политику. Причем на пост главы государства. Раньше, то есть это считалось нормальным, это Екатерина Вторая, да, королева Елизавета. Елизавета. Очень много зависит от самой личности, но, тем не менее, пол явно не влияет на результат руководства. Поэтому, думаю, что у меня бы получилось. Елизавета Витальевна, спасибо вам за интересную беседу, так сказать, без галстуков, потому что, мне кажется, все привыкли, что вот с телекомпанией Агнез вы рассказываете исключительно о других вещах. Я думаю, сегодня наши зрители узнали вас с другой стороны, вы узнали вас с другой стороны. Приходите к нам почаще. Я думаю, у нас с вами найдется много тем интересных для беседы. Хорошо, зовите. Спасибо большое.